Торциал Мастерам ногтевого сервиса Девочкам, кто делает ресницы, бровки Все, что угодно, все, что касаемо красоты Эта лампа знакома Потому что, не знаю, конечно, как в других службах доставки Мы этих ламп привозим каждую неделю Штук 10-15, это точно Причем даже клиентки просят, чтобы у нас эти лампы всегда были в наличии Потому что средь недели постоянно почему-то прибегают мастера Нам срочно нужна новая лампа У нас новая девочка и так далее В общем, такая вот самая популярная лампа у нас в Саранске Кстати, в комментариях очень хочется услышать от вас Из какого вы города И популярен ли данный товар у вас Это, кстати, вопрос даже уже не просто к нашим подписчикам А к другим службам доставки Икеи Я уверена, ребят, вы нас смотрите Ну что, давайте вскрывать И посмотрим вообще, что из этого выйдет Как вам я ее соберу и смогу ли я это сделать Значит, данная лампа Продается она вот в таком пакете Здесь она запаяна, то есть вот голова у нее отдельно Сначала покажу все в упаковке Потом вскрою Во второй части пакета у нас само основание лампы Все пружинки, все вот эти вот Тумблеры, шнуры В общем, все остальное, все, что должно быть у лампы Все здесь Так, ножницы Кстати, тоже Икея Ножницы данные стоят 39 рублей Отрезаем голову Пока езжу Еще поговорим Данная лампа стоит 799 рублей Ну, конечно, давным-давно Лет 8-9 назад, когда мы начинали работать Были периоды, что эту лампу продавали даже за 399 рублей То есть такой ценник был Ну, и цены-то другие, в принципе, были Цвета у нее, на самом деле, всегда были разные Были серые лампы На моей памяти были зеленые Сейчас желтые, белые, темно-серые Были черные Значит, смотрите Вот такой вот белый металлический абажур Внутри она полностью тоже белая Это говорит о чем? Что она будет очень хорошо отражать свет Значит, вот тут у нас Подробное Наверное, перевернуть, да? Вот тут у нас подробная информация Какие лампочки можно использовать Где у нас лампа произведена Произведена она в Китае Убираем И вскрываем дальше Ну, первое время, когда мы даже начинали работать Были такими зелеными, неопытными Когда привозили эти лампы И клиент приходит Давно уже очень было Вот эта вот голова, головная часть Она всегда вот так болталась отдельно Вы мне отдали бракованную лампу Мы в панике, как так? Это была либо первая, либо вторая лампа Которую мы только привезли То есть это прямо самое начало работы Начали судорожно ее вскрывать И понимаем, что она Все это легко собирается Что так оно должно быть Ну, опыт сын ошибок трудных Я думаю, через такое проходили все Так Я ее сейчас достаю Здесь такая вот картонка Конечно, проще было бы всего Чтобы наши мальчишки все это собрали А я бы вам ее красиво показала Рассказала Но мы решили вам Ее вот в таком вот виде представить Так Значит, что у нас здесь? Здесь у нас шнур Тумблер Здесь вот, как обычно Эти вот ограничители Так, давайте смотреть Что у нас в пакете осталось У нас в пакете вот такая вот инструкция Здесь, как обычно Все языки мира И здесь, кстати, показано Как ее собирать Но я подробно на инструкции Останавливаться не буду Я ее посмотрела заранее Вы, я думаю, спокойно посмотрите на сайте Либо, когда будете собирать свою лампу Откроете данную инструкцию Тут все легко И еще у нас один пакетик Он тоже Что-то мне нравится Кстати, в Икеи в упаковках Всегда смотрите Вот здесь, да, обычный шов То есть пластиковый пакет разделен на две части Они никогда между собой не смешаются Вам не надо будет думать, что от чего Значит, это вот две дополнительные пружинки Сейчас мы их оденем А это непосредственно сам крепеж лампы Вскрываем Значит, эта часть у нас крепежная Показываю со всех сторон Здесь у нас откручивается Я думаю, в принципе, понятно, да? Пакеты убираю в сторону Лишнюю упаковку тоже в сторону Остались у нас еще не скрытые пружинки Кстати, вот, да? Ножницы-то хорошие Сама похвалила Ага Они, кстати, оказывается, режут одной стороной Вот замечательно режут А с другой стороны уже не режут Так, пружинка раз Пружинка два Ну, в принципе, по частям мы лампу разобрали полностью Я хитренькая Я заранее посмотрела Что нужно делать Сейчас я попробую натянуть вот эту пружинку Честно, я боюсь Если у меня не будет получаться Мне мальчики помогут Ой, все Смогла Так Теперь такой же страшный эксперимент Делаем в другой части Хочу поближе показать Вот так вот видно Вот видите, то есть Она не просто болтается, эта пружинка Она входит вот в такую вот риску И у вас уже не будет риска, что она выпрыгнет, да? Потому что, когда я натягивала ее Было немножечко страшно Что она отскочит в руку Так Почему-то вот здесь у меня так резво не получается Вот у нас вторая пружинка Так, значит, пружинки мы одели Переворачиваю Еще хочу показать Но я думаю, это будет удобнее смотреть Когда будет уже плафон одет Вот эта часть, которая регулирует лампу Она крутится во все стороны Куда вам удобно Я думаю, поэтому ее любят мастера красоты Что можно повернуть как хочется Не ворочать клиента, а ворочать лампу Так Здесь вот у нас Вот такие вот риски Назовем их Значит, вставляем сейчас в патрон Не в патрон, а вот в эту часть лампы Патрон у нас внутри И по инструкции написано Что ее нужно прокрутить Куда прокрутить? Не знаю Все, одела Так, отдельно хочу сразу сказать про патрон Вот смотрите, вот этот патрон у нас, да? Он пластиковый Что это значит? В принципе, на функцию лампы не влияет никак Но если вы поставите сюда обычную лампу Не светодиодную, не энергосберегающую Например, галогеновую Либо вот такие вот обычные лампочки У нас выпускал их завод Лисма Они назывались лампы общего назначения Такая лампочка Ильича Вы вот эту часть патрона просто сплавите То есть у вас лампа придет в негодность И при этом это не будет гарантийным случаем Почему? Вот эта информация Я вам в самом начале видео показывала То, что она не напечатана на лампе Она как бы наклеена Вот на всей этой наклейке Вот эта информация есть Какую лампочку Какую максимальную мощность Можно использовать Чтобы не испортить саму лампу Значит, мы собрали ее Вот сейчас крупненько покажем плафон Вот он гнется, да Во все стороны Это очень удобно Какие вообще особенности у данной лампы Кроме цены, неплохого дизайна и цвета За счет вот этой штучки Мы можем закрепить лампу двумя способами Можем закрепить ее к стене Либо, например, на стеллаж У нас она в офисе на стеллаж коллакс закреплена И лампа присутствует рабочая И место на столе не занимает Либо мы можем прикрутить лампу к столу При этом она у вас никуда не будет ерзать, скажем так Падать, она будет накрепко стоять Но, если вы большой любитель двигать лампу туда-сюда Таскать ее туда-сюда Ну, не совсем ваш вариант Тогда рассмотрите все-таки лампу на обычном основании Что ее можно перемещать И делать с ней все, что хочется Здесь лампа сама стоит статично Никуда она не бегает А работает у нее вот эта вот часть Я сначала тоже, ну, не очень честно хотела в офисе видеть эту лампу Потом, когда мы ее привезли, поставили Меня она устроила полностью То есть, в свой день она отрабатывает В интерьере смотрится вполне симпатично Проблем с ней нет Теперь хочу остановиться Да, лампа классная, но минус у нее один есть Сейчас перехвачу поудобнее Значит, смотрите Вот этот вот штырь Казалось бы, да, почему вот здесь вот это отверстие Вот, ну, честно, мы сами не поняли В принципе, для большей, как бы, надежности, да Он должен был быть цельным Ну, так вот он сделан здесь Сейчас переверну Здесь, значит, тоже не цельная конструкция Это все соединено Но, тем не менее, отверстие есть Было в нашей практике за полных 8 лет работы У пары клиентов вот эту часть просто вырывала То есть, искривлялась Подробности мы не знаем Это было в процессе длительной эксплуатации Гарантийный срок уже у лампы закончился То есть, нельзя бы уже было предъявить претензии производителю по качеству Вот эта вот часть приходила в негодность Сама лампа, соответственно, тоже приходила в негодность Но в России мужики с руками заменяли, доделывали, доваривали Лампа дальше работала так, как нужно Теперь давайте смотреть по крепежу Значит, смотрите Вот эта часть, она такая вот пробковая, да Больше похожа на такой какой-то вспененный пенопласт Когда вы ее крепите, вот То есть, вы поставили ее Ну, у меня нет возможности вам край столешницы показать Вот, то есть, вы ставите ее на край стола Потом вот эту часть вставляете Вот этот барашек затягиваете И за счет вот этой вот подкладочки Она не ерзает Туда-сюда не гуляет Значит, это вот касаемо крепежа Да, я вам уже говорила, что два вида На стену, либо на стол Еще из нюансов Выключатель Лампа сама Не маленькая И получается, что, допустим, когда вы ее ставите Выключатель, ну, не в особо удобном месте У нас лампа стоит на колоксе стеллажей И получается, выключатель попадает ровно в середину верхней ячейки Вот мне совершенно неудобно Включатель-выключатель Другого места лампи нет, поэтому там Для меня бы, например, было больше удобства Где-то вот здесь выключатель Но это конструктив ИКЕ И с этим ничего не поделать И, кстати, еще один из моментов Касаемо покрытия Это тоже уже из опыта наших клиентов Понятно, что, допустим, ну, в рамках офиса Мы особо с ней ничего не делаем Мы ее включили, выключили, все Если это домашняя эксплуатация Если это дети Там на кухне она у вас еще где-то Вы можете ее задеть ножом, ножницей Да любым таким острым предметом То есть вот само покрытие Оно вроде бы ровненькое, хорошее, гладкое Но боится механического воздействия То есть если ножом провести Сразу скажу, мы на своей проводить не будем Она у нас в офисе поселится На втором столе, нам ее жалко Так, это лирика Если прям провели ножом Либо каким-то острым предметом С крепкой даже канцелярской Остается след То есть покрытие такое не антивандальное Этот момент тоже учитывайте То есть она в негодность не придет Но эстетически лампа уже будет смотреться не очень Ну и в конце обобщите информацию По соотношению цены, качества Возможности их эксплуатации Данная лампа беспроигрышный вариант Мониторили цены в других магазинах Сравнивали Ну все равно нам же интересно И клиенты просят Примерно что-то такое В другом магазине сколько будет стоить Это беспроигрышный Все-таки это металлическая лампа Все части металлические Добро это основательно сделано За 800 рублей Очень сложно найти подобную лампу из аналогов Даже в самой Икеи Все лампы до 1000 То есть в таком же ценовом сегменте Как данная лампа Терциал Либо чуть бюджетнее Вообще в Икеи лампы начинаются Рабочие от 400 рублей Вот это самое беспроигрышное У других либо проблемный цоколь Нужно там подбирать лампочку Сюда реально любая лампочка С 27 цоколем В Икеи стоит 49 рублей Я не знаю там Где-то на рынках тоже лампочки Обычные вот такие Энергосберегающие Поэтому подобрать Особого труда не составит Но от себя могу сказать Мы рекомендуем данную лампу Через наши руки Их прошло видимо-невидимо Клиенты довольны всем Рекомендуют друг по другу Ну и мы сами пользуемся данными лампами Вам же большое спасибо За то что досмотрели наш обзор до конца Обязательно ждем Ваши комментарии под видео Ребят с других служб доставки Вопросы задала в начале Очень ждем ответ Всем спасибо И пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok